Пример оплаты системой WebMoney В данном видео мы попробуем оплатить товар, используя систему WebMoney. В частности, для оплаты мы будем использовать рублевой кошелек. В качестве товара будет выступать мой платный видеокурс. Если вы не знали, помимо бесплатных видеоуроков, у меня есть и большие полноценные видеокурсы по самым разным делам. Но сейчас речь не об этом. Сейчас самое главное для нас узнать, каким образом все же происходит оплата через систему WebMoney. Что ж, давайте разбираться. При заказе любого из моих видеокурсов нас встречает вот такая страничка. Это страница выбора оплаты. Как вы видите, способов здесь более чем достаточно. Нас интересует система WebMoney, поэтому мы ищем ее в среднем столбце. Мы видим, что она есть вот здесь и вот здесь. В чем разница между этими двумя способами оплаты? И почему в первом случае так много разных вариантов? Как вы видите, в первом случае мы имеем дело с неким сервисом RoboCassa. А во втором случае речь идет о ручном переводе. Для начала разберем RoboCassa. Что это вообще такое? Вы наверняка еще не раз столкнетесь с ней в интернете. RoboCassa – это агрегатор платежных систем. То есть это сервис, который собрал в себе кучу разных способов оплаты. Когда интернет-магазин подключает на своем сайте эту систему, то для его клиентов доступно сразу множество самых разных способов оплаты. За это удовольствие система RoboCassa от каждого платежа берет небольшой процент комиссии. При этом все происходит автоматически. Если вы выбираете в качестве способа оплаты RoboCassa, то система предлагает вам разные способы оплаты заказа, после чего автоматически выставляет счет в выбранной платежной системе. То есть, грубо говоря, когда вы оплачиваете товар через RoboCassa, вам необходимо только лишь ввести данные для входа в платежную систему и платежный пароль. В случае с ручным переводом ситуация несколько иная. В этом случае вы отдельно должны зайти в свой аккаунт WebMoney и вручную перевести сумму на указанный кошелек. После этого оформить заказ и ждать, пока администратор одобрит его. То есть, вручную проверит. Я не зря вам рассказываю обо всех сценариях, по которым может развиваться ситуация при оплате какого-либо товара в интернет-магазине. Я хочу, чтобы вы были готовы ко всему. Если же говорить о покупке моего видеокурса, то лучше всего выбирать систему RoboCassa. Давайте так и поступим. Для этого я нажимаю на кнопку «Выбрать» напротив «Нужная система оплаты». После этого мне необходимо заполнить форму заказа. Это стандартная процедура для любого интернет-магазина. Для вас это не так интересно, так как мы с вами еще не добрались до самой процедуры оплаты. Я поставлю видео на паузу, заполню данную форму и мы с вами продолжим. После того, как форма будет заполнена, я нажимаю на кнопку «Оплатить». После этого мы попадаем на сайт системы RoboCassa. Мы видим, что для нас был сформирован заказ, который мы можем оплатить при помощи самых разных систем. В данном видео мы разбираем пример оплаты при помощи рублевого вебмани кошелька. Поэтому из данного списка мы выбираем вебмани в МАР. Здесь мы проверяем свой e-mail, после чего смотрим на варианты оплаты при помощи вебмани. Либо на сайте вебмани, либо нам предлагают выставить счет на указанной ID. Более простой вариант – это оплатить на сайте вебмани, поэтому здесь все оставляем без изменений. После проверки всех данных нажимаем на кнопку «Перейти к оплате». Вот тут и начинается самое интересное. Именно так выглядит процесс оплаты товара при помощи системы вебмани. На этой страничке мы выбираем тип кипера, в нашем случае кипер классик. При этом немаловажно, что он уже должен быть запущен на вашем компьютере. Иначе вместо подобной странички вы получите только ошибку. После того, как кипер запущен, мы находимся на этой странице, мы запоминаем код, который изображен на этой картинке. После чего нажимаем на кнопку «Далее». В появившемся окне вводим код, который мы только что запомнили. И жмем кнопку «Да». На следующем этапе мы выбираем кошелек, при помощи которого будем оплачивать товар. После чего нажимаем на кнопку «Получить код на СМС». Это необходимо для подтверждения оплаты. После этого вводим полученный в СМС код в данное окошко. После чего жмем кнопку «Платеж подтверждаю». Вот, собственно, и все. После этого мы увидим сообщение об успешной оплате. Как вы видите, нет ничего сложного при оплате электронными деньгами. Однако на этом видеоурок еще не заканчивается. Давайте проверим, пришел ли к нам заказанный товар. В данном случае я заказывал цифровую версию курса создания презентации с 0 до 2.0. После оплаты видеокурса на указанный e-mail должны были прийти ссылки на скачивание данного курса. Давайте проверим почтовый ящик. Мы видим, что только что в наш почтовый ящик поступило новое письмо. Ваш заказ оплачен. А также указан номер нашего заказа. Исходя из этого, можно сказать, что оплата прошла без каких-либо проблем, наш заказ был оплачен и сам товар уже доставлен в наш почтовый ящик. Как вы видите, здесь представлены ссылки на скачивание видеокурса, а также дополнительная информация. Что ж, как вы видите, все очень просто. Если у вас остались какие-то вопросы, то смело пишите их в нашу службу поддержки. На этом у меня все. Благодарю за внимание.